Привет и добро пожаловать на канал Викар Лайф. Сегодня я с удовольствием представлю вам очередной увлекательный выпуск, посвященный миру автомобилей. В этом видео я расскажу вам о важной процедуре для нашего автомобиля, а именно мойке салона из натуральной кожи или кожзаменителя. Чистить я буду салон электромобиля BYD Song Plus. В нем есть элементы искусственной кожи, некоторые темного оттенка и много светлого. Как раз многих этот вопрос беспокоит, что будет со светлой кожей через короткий промежуток времени. Белый салон это проблема или нет? Вы узнаете в этом выпуске. Лайки и комментарии приветствуются. Благодаря им мой контент чаще будет показываться и больше людей узнает, как можно очистить светлую кожу. Итак, начинаем! Давайте отбросим все страхи и признаемся, мы не профессиональные детейлеры и это абсолютно нормально. Сегодня я расскажу вам о своем личном опыте в мытии салона и как я использовал самые простые средства для этого. Меня наверняка будут смотреть детейлеры и другие диванные эксперты. Я на ваши места не претендую и покажу как это получается у меня. Итак, нам понадобится 1. Кондиционер для кожи. Я купил не читая отзывов и просто действовал по логике, не дешевое и не дорогое, а что-то среднее. 2. Микрофибра. У меня, как видите, пушистая. Она лучше впитывает влагу. Купите две штуки, так как одно мы будем вытирать очиститель, а другое располировать кондиционер на чистой коже. 3. Обычная щетка из натурального конского волоса для очистки обуви. Она-то и будет очищать поры и рельеф кожи. 4. Пенник с мылом. Или можете купить очиститель для кожи. Я забрал пустой флакон у жены и сам сделал состав. Все легко. Берете одну часть жидкого мыла и добавляете 3 части воды. Все, очиститель готов. Все это можно купить в одном гипермаркете. Для чистоты эксперимента наклею разделительную линию, где мы увидим, есть ли разница и насколько она видна. Кстати, как вариант, попробую почистить одну область обычными мокрыми салфетками. У меня попались под рукой без спирта. Но и пишут, что нельзя ни в коем случае чистить салфетками, ибо это портит кожу. Но портит чем? Тем, что она все же чистит. А после чистки никто не обрабатывает кожу пропиткой для кожи или кондиционером. А соответственно, кожа пересыхает и портится. Появляются трещины и тому подобное. То есть, даже просто если очистить кожу мылом или профессиональным очистителем, и не увлажнить после этого кондиционером или подобными средствами, кожа испортится со временем. Обязательно вытираем микрофиброй кожу. Вычитал на баллончике кондиционера кожи, что он также может быть очистителем. Решил попробовать. Как видите, кожа слегка потемнела. Видимо, маркетологи решили убить друг зайцев, но получилось не очень. Теперь беру пенник с мылом, наношу на щетку и аккуратно, не давя на щетку, чистим кожу. Не нужно давить, так как нам важно, чтобы именно кончики щетины вычищали кожу. Так постепенно вычищаем этот участок. Также не забываем вытереть это все тщательно микрофиброй. Снимаем ленту и сравниваем. Я считал, что цвет кожи не чисто белый, а белый с легким сероватым и бежевым оттенком. По крайней мере, мои глаза так это видели. И на таком цвете плохо видно загрязнение. Казалось, что сиденья и так чистые. Вы только посмотрите, какой результат и как это видно. Сняв ленту, видно, что бежий шел, это оказывается и была грязь. Теперь светлое сиденье с легким серым оттенком. Как видим, даже чистка обычными мокрыми салфетками очень неплохо почистила сиденье. Но мыло с щеткой справилось гораздо лучше. Вероятно, вам плохо видно на видео, но вживую разница видна еще больше. То есть очистка с салфетками имеет место быть, но лучше чистить щеткой с пеной. Теперь ты очищу сиденье до конца. Давайте проведем этот же эксперимент с разделительной лентой на спинке кресла. Тут, кстати, есть участок темно-синей кожи. Также интересно посмотреть на результаты очистки. Снова наносим пенку на щетку и тщательно вычищаем. Детейлеры еще берут зубную щетку или кисточку маленькую и вычищают соединения на швах и углублениях. Но я в этом не видел смысла, так как моя щетка для обуви свободно доставала эти углубления и все очищалось. Но если у вас не получается, тогда зубная щетка вам точно поможет. Итак, снимаем ленту и что мы видим? Видим, что часть кресла сильно отличается по оттенку. Это здорово! И обратите внимание, заполированные спиной боковины синего цвета стали приятно матового оттенка. Глянец полностью ушел. У Sunplus много элементов из кожи сделано. Необходимо все это вымыть. И снова наша любимая лента для эксперимента. Карты дверей при беглом взгляде кажутся абсолютно чистыми, если не обращать внимание на глянцевость кожаных изделий. А на картах также есть два цвета, кожи светлой и темной. Посмотрим, как тут будет смотреться. Все тщательно вычищаю. Как закончили, сразу вытираю микрофиброй. Снимаем ленту и сравниваем. Глянцевость ушла с темного элемента. А на светлом мы видим четкую линию. Оказывается, и карты дверей грязные были. Вот уже и почистил полностью дверь. После всей очистки обязательно наносим на всю очищенную кожу кондиционер или пропитку. То, что у вас есть. Помните желтую ленту? Возможно уже некоторые подумали, наконец он с ней закончил. Но я вас огорчу. Мне лично интересно сравнивать результат. И она в этом очень помогает. Сейчас эту ленту нанес, чтобы понять, как эта кожа поменяется после нанесения кондиционера. Будет ли блестеть? Я наношу кондиционер на губку для посуды. Конечно чистую, не использованную в прямом ее назначении. Да, простит меня жена и купит себе новую. Наносить надо тонким слоем, равномерно. Как видите, когда средство нанесено, кресло на вид немножко потемнело, так как намокло и появилась глянцевость. Кстати, средства разные бывают. Какие-то кожи придают глубокий мат, а другие сатин или глянец. Посмотрим, как будет с этим средством. После нанесения необходимо хорошо отполировать чистой микрофиброй. У меня было 2 фиолетовых микрофибры, поэтому вы можете подумать, что я после чистки оседения полирую грязной тряпкой. Но это не так. Посмотрите, такое ощущение, что стало даже чуточку светлее. Может все же маркетологи и не обманули? Но забыли упомянуть, что кожу сначала надо очистить, а потом наносить и тогда видно очищающий эффект. Кожа стала матовой. Это замечательно. А темная кожа стала более глубокого темного оттенка. Кажется, что она блестит, но это я фонариком подсвечиваю. И такое ощущение складывается, что она матовая. И кожа стала мягче. Это чувствуется. И снова у вас появился шанс поставить лайк этому видео, так как я снова приклеил ленту на подлокотник. Начинаю чистить все по той же технологии. Почистил и вытираю микрофиброй. Смотрим результат и результат меня лично приятно удивляет. Как будто половина подлокотника только с салона выехала. А другая половина уже десятку тысяч километров проехала. И на заключение покажу вам как выглядит чистое сиденье и как грязно. Теперь видно в сравнении какие-то пятна, которые я до этого в упор не видел и думал, что это текстура кожи такая. Результатом я доволен, но остаток салона я уже дочищу без моих зрителей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.